всем привет меня зовут инесса сегодня мы с вами будем делать пион из гофрированной бумаги с конфетками в предыдущем видео я рассказывала подробности какие нам нужно приготовить материалы что нам будет нужно для изготовления поэтому в этом видео много внимания уделять я не буду этим вопросом а приступим сразу непосредственно к изготовлению цветка это видео больше предназначено для начинающих для тех кто делает первый раз поэтому я буду рассказывать подробно для моего цветка мне нужна розовая бумага для моего пиончика белая бумага у меня будут пионы двух цветов будут белые розовые зеленые и серединка будет желтого цвета из желтой гофрированной бумаги а также будут использоваться вот такие вот конфеты именно эти цвета мне нужны для изготовления корзины которую мы с вами будем декорировать в следующем видео в этом видео будет только создание самого цветочка начнем мы с вами с розового пиона я использовать буду бумагу двух оттенков это чуть посветлее и чуть потемнее но они обязательно использовать два оттенка достаточно одного рулона но у меня есть два так будет смотреться эффектнее если мы средние лепесточки сделаем чуть чуть поярче а крайние лепесточки у нас будут вот такого светлого цвета что нам для этого нужно сейчас будем внутренние лепесточки делать смотрите лепесточки могут быть разные это все на ваш вкус и на ваше усмотрение а лепесточки у меня будут шириной 2 сантиметра и длиной 7 сантиметров я не буду это вымерять все по линейке в принципе и вам тоже это делать не нужно никто не будет сравнивать эти листочки между собой и тем более в природе у цветов не всегда идеально ровные лепестки цветочки могут быть разные какой-то крупнее какой-то чуть чуть померят помельче ну в общем главное чтобы сильно они не отличались между собой потому что все таки это у нас будет одна корзина мы вот так вот с вами должны нарезать вот такие полоски и теперь мы должны эти полосочки с вами разрезать а то есть смотрите итальянская гофрированная бумага имеет вот такие вот бороздочки и а мы берем на лепесток полтора деления можно взять меньше но у меня конфета крупная то есть все зависит от конфеты если вы делаете просто цветок и вы не будете внутрь вставлять конфету можно просто сделать цветы то тогда можно лепесточки делать помельче вот но у меня будут лепестки на полтора деления гофры это 7 сантиметров в общем вот так вот 7 сантиметров мы должны будем с вами нарезать должны будем с вами нарезать лепестки сколько нужно лепестков чем больше лепестков тем пышнее будет ваш пион у нас получилось раз два три 4 5 6 из одной полоски 6 лепестков этого мало обязательно хотя бы две полоски нужны хотя бы две полоски это у нас с вами будет 12 лепесточков и 6 будет внешних лепестков уже побольше вот смотрите для создания корзины сколько нам нужно нарезать лепестков достаточно много дальше что нам надо сделать мы берем с вами полосочку нашу и формируем из нее лепесток каким образом формируем лепесток верхний край мы закругляем верхний край вот так закругляем а нижний край вот так чуть-чуть подрезаем наискосок мы подрезаем наискосок чтобы у нас вот эта часть не была слишком толстая когда мы будем клеить но сильно узкую и тоже делать не нужно у нас получаются с вами вот такие лепестки все то же самое мы должны проделать с каждым из этих лепестков когда мы с вами все вот эти лепесточки вот так вырежем конечно лучше вырезать по одному лепестку но можете сложить по нескольку но если у вас мало времени то можно сложить но по одному лепестку конечно же будет аккуратнее и что мы должны сделать дальше дальше нужно взять ножницы и вот так чуть-чуть краешки и вот так чуть-чуть краешки загнуть чуть-чуть загнуть и теперь прям капельку буквально загнуть и теперь серединку растягиваем растягиваем только серединку и у нас получается вот такой вот лепесточек очень похож на натуральный вот так он у нас будет собираться и закрывать закрывать конфету в общем вот такие вот таких лепестков нам нужно с сделать 12 штук и из светло розовой бумаги мы нарежем чуть-чуть побольше где-то 3 сантиметра шириной и сделаем 6 лепесточков вот таких широких то есть нас будет 18 лепестков для одного пиона и сейчас мы возьмем желтую бумагу и будем делать серединку как нужно что нам нужно это также нам нужно взять а полтора деления гофры 7 сантиметров и отрезать полоску полоску шириной где-то примерно сантиметров 15 опять же тоже можно это все делать на глаз вот у меня здесь немножко окрашенная бумага я их режу так сколько получилось сейчас посмотрим 17 у меня получилось 17 сантиметров складываем в несколько раз складываем и разрезаем не до конца вот до конца мы с вами не прорезаем мы с вами делаем вот такие вот надрезы делаем такую бахрому это у нас будут внутри цветка вот такие вот тычинки но чтобы они были у нас не квадратные а похожие на натуральные мы вот так пальцами кончики скручиваем вот таким образом у нас получается но и сейчас я подготовлю все лепестки и покажу дальше как мы будем собирать цветочек на 15 пионов мне нужно заготовить целый таз вот таких вот лепесточков если вы очень хотите увлечься этим занятием то вам нужно запастись терпением сам цветок делать не сложно но когда нам нужно оформить большой букет или большую корзину то эта работа достаточно трудоемкая и затратно по времени когда мы делаем лепестки пошире для крайнего ряда их можно растянуть побольше вот так побольше вот таким образом вот такие лепесточки нам нужны для пионы естественно для других цветов для розы лепестки делаются по другому вот смотрите у меня два цвета вот сейчас видно да чуть чуть потемнее и крайне лепестки будут посветлее они не сильно не сильно отличаются по цвету но очень красиво будут оттенять цветочек и он будет более похож на натуральный и так термо пистолет у нас нагрелся берем шпажку а вот этот край острый этим острым краем я буду втыкать в корзину поэтому конфету закрепляю на противоположном конце палочки каким образом я это делаю смотрите рафаэла немножечко по-другому крепится у меня сейчас вот такой вариант конфеты собственно почему я делала большие лепестки можно сделать чуть поменьше если конфета маленькая но мне у меня большая конфета поэтому мне нужно нужны крупные лепестки вот так у нас будет закрепляться вот таким вот образом а вот в этой конфете очень длинный фантик в принципе этот фантик можно подрезать нам такая особая толщина не нужна но это вот именно в этих конфетах а не во всех конфетах так теперь вот так фантик раскрываем наносим термо клей палочку размещаем вот сейчас очень горячий термо пистолет сжет руки поэтому я убавляю вот почему нужен термо пистолет с регулировкой вот так туго нужно закрутить чтобы прихватилась конфетка таким образом для того чтобы она не болталась если конфетка болтается значит вы палочку глубоко вот сюда до основания не просунули палочка обязательно нужно нужно вот так прям до самой конфетки если не достает и конфетки то она будет болтаться потому что она тяжелая она тяжелая она не еще и будут лепестки но это сложно только первый раз вот когда вы делаете первый раз а потом уже у вас все это будет идти машинально можете смотреть фильм и делать вот видите достаточно крепко держится конфетка вот эта конфета а чем удобно можно ее развернуть отсюда вытащить конфету и не нужно доставать полностью ее выдергивать и ломать всю эту конструкцию можно вытащить конфетку фантик туда замять в серединку и будут просто стоять красивые искусственные цветы и теперь смотрите если мы на конфету будем наматывать вот эти вот тачинки то вот здесь вот будет лишняя толщина эту толщину можно убрать немножечко можно убрать вот так вырезать такие треугольнички такие ну чтобы лишнюю толщину чтобы убрать лишнюю толщину вот так у нас получилось теперь наносим клей и начинаем заворачивать вокруг цветочка вот здесь у нас кончики торчат сюда можно добавить нужно добавить термоклей и прижать так хорошо прижать я вот так иногда кручу чтобы термоклей не был там кусками чтобы он распределился все это заправляем внутрь еще раз посильнее закручиваем и теперь начинаем собирать цвет сам цветок а вот они лепестки вот так они должны закрываться кстати не переживайте если здесь немножко будет видно желтая потому что все это потом а зеленым цветом когда будем делать стебельки и чашелистики все это закроется мы с вами еще не приготовили чашелистики которые будут в конце вы сейчас вот крупно видите на макросъемке у вас наверно все таки крупный цветок достаточно получается но он получается по размеру конфеты не бойтесь в процессе формировать лепесточек но тоже смотрите не переусердствуйте не растягивайте его до самого конца значит сначала мы берем самые тоненькие вот здесь не идеально вот у меня получились ровные какие-то лепестки тоньше какие-то толще которые вот потолще посильнее растянуты я их оставлю будет у меня второй ряд первый ряд используем самые маленькие лепесточки для этого наносим клей на основание и начинаем собирать цветок я располагаюсь так чтобы вам было хорошо видно вы себе более комфортно оборудуете место вот так получается у нас первый лепесточек собирать мне удобнее вот таким способом вниз вот так вот цветочек наклоняю я его кручу и приклеиваю лепесточки у меня так получается идеально ровно потому что нам нужно чтобы вот по этому краю лепестки были на одном уровне потому что у пиона они именно так расположены они должны быть на одном уровне поэтому это вот мне делать вот так удобнее то есть я вижу что у меня ровно стоит цветок и я вижу что все лепесточки у меня расположены по столу ну мне так удобнее я так приспособилась дальше берем следующий наносим клей и следующий лепесточек у нас идет в нахлёст вот так нахлёст немножечко находя на предыдущий лепесток и вот так вот все по краю не забудьте прижимать обязательно немножко прижимать вот вот таким образом у нас должно получиться вот сейчас я соберу вот эти вот два слоя и дальше покажу вам как будут третий слой хотя в принципе все то же самое в общем вот таким способом мы делаем два слоя 12 лепестков вот 6 лепестков у меня получилось как раз первый ряд получился делаем второй ряд и также можно третий ряд делать но когда будем делать третий ряд там уже нахлёст можно сделать чуть поменьше чтобы они были немножечко пошире такие большие лепестки но собственно сейчас вы увидите вот так выглядят 12 лепестков как видите это для пиона мало даже 18 возможно будет мало теперь смотрите эти лепестки очень плотно приликают друг другу поэтому мы их руками вот так вот расправляем а если бы у меня в середине не было такой большой конфеты то можно было лепесточки сделать поменьше и цветочек конечно бы смотрелся ажурные но сейчас даже модно большие цветы огромные поэтому для букета это нормально особенно для большой корзины делается большой цветок вот видите да если бы не было конфеты то можно было бы еще больше слоев сделать желтой бумаги попышнее можно было сделать серединку и вот такой вот получается пиончик еще смотрите вот теперь такой нюанс мы с вами берем а лепестки которые пошире естественно у нас широкие из-за того что конфета большая значит мы вот так растягиваем на основание также наносим клей и теперь сильный нахлёст не делаем и обратите внимание что у нас вот этот вот получается лепесток прикреплен намного ниже чем вот эти лепестки потому что нам нужно чтобы вот здесь все было на одном уровне вот видите на столе стоит юбочка вот это должна быть на одном уровне лепестки должны вот отсюда смотреться ровные то что здесь нам пришлось чуть чуть ниже его приклеивать это не страшно все это будет закрыто зелеными лепестками чашелистиками поэтому здесь нам совершенно не важно наоборот то что у нас с вами а вот эти лепесточки каждый ряд клеится вот сюда чуть чуть ниже спускается за счет этого вот тут нет большой толщины видите здесь все будет аккуратненько если бы мы друг на друга клеили вот тут была бы огромная толщина и плюс еще клей поэтому вот так вот все смотрится гораздо изящнее в общем сейчас я еще приклею 6 лепестков и посмотрим достаточно ли будет всего 18 или нет а мне нужен пышный букет это будет свадебный букет поэтому возможно я еще сделаю 6 лепестков посмотрите что у нас получается в итоге если вас устраивает такое количество вы можете оставить 18 лепестков но я хочу все таки добавить еще 6 лепестков чтобы более пышный был пион а я вот так вот немножечко сожму лепестки чтобы они были не так сильно раскрыты но чтобы их было больше а вы в принципе на свое усмотрение можете сделать меньше лепестков и побольше вот так его раскрыть пиончик вот так у меня получается вот такой пышный пион и сейчас нам нужно задекорировать стебель и вот сюда вот добавить чашелистики напоминаю когда клеите лепестки не забывайте вот так вымерять чтобы они все были ровненькие вот так все стояли на столе чтобы вот здесь они были чтобы вот здесь они были на одном уровне тогда будет красиво смотреться цветок для того чтобы сделать чашелистики так у вас сейчас очень темная бумага у меня она посветлее смотрится и отрезаем листочки где-то примерно 3 сантиметра 3 на 7 нам нужно с вами 6 листочков это получается полтора деления гофры из каждого листочка формируем листик здесь уже у нас листочек будет заостренный у пиона вот такие вот вот такой он будет заостренный а с обратной стороны срезаем наискосок чтобы не было толщины то есть вот такой у нас должен получиться листик и немножечко нам его нужно будет растянуть вот таким образом готовим 6 листочков вообще декорировала пион разными способами ну вот сегодня решила выбрать вот такой также основание лепесточка смазываем лепесточка смазываем клеем и вот так располагаем вот это вот желтенькое основание но будет потом закрыта нам главное сейчас закрыть вот эти лепестки вот у нас с вами сейчас должно вот здесь лечь как раз ровненько 6 лепесточков основание тоже капельку можно вот так растягивать в нахлёст также в нахлёст друг на друга накладываем лепесточки один на другой и и прижимаем прижимаем сильно чуть-чуть держим вот такой у нас с вами получается цветок и сейчас осталась самая маленькая деталь листья мы с вами делать не будем потому что у меня будет корзина и там она будет немножко по другому задекорирована поэтому листья на этом пионе я делать не буду нам нужно сейчас задекорировать вот эту палочку а для этого нам нужно отрезать тоненькую тоненькую полосочку зеленого зеленой бумаги но смотрите мы с вами не вдоль и и отрезаем а поперек отрезаем буквально буквально 1 сантиметр отрезаем бумаги но поперек вот видите чтобы она у нас растягивалась вот так где-то примерно 1 сантиметр а здесь я взяла 20 сантиметров но опять же здесь не так важно можно 15-20 у меня все это будет в корзине поэтому мне не так важно а что мы сейчас делаем вот так мы чуть-чуть вот так растягиваем теперь наносим клей вот здесь вначале надо хорошо нанести клей чтобы у нас самое начало хорошо закрепилась и начинаем закрывать таким образом чуть-чуть натягивая бумагу вот так чтобы это все было аккуратненько вот видите наверху пару раз вот так мы обмотали пальчиками прижимаем ждем несколько секунд чтобы клей прихватился иначе мы будем тянуть и все это сползет и теперь клей вот так точечно наносим постепенно на саму полоску и начинаем заматывать чуть-чуть растягивая саму бумагу вот так спускаемся вниз клей горячий поэтому заранее на всю полоску наносить не нужно потому что если у вас нет опыта то вы пожжете руки вот так начинаем крутить цветок крутим сам цветок не ленту и кое-где наносим клей не обязательно прям по всей длине кое-где наносим клей крутим цветок и спускаемся вниз здесь мне не нужно до конца потому что у меня все будет все будет задекорировано в корзине и обязательно вот здесь в конце нужно закрепить бумагу закрепить все лишнюю отрываем и цветочек наш готов вот такой получается цветок а можно из проволоки сделать листочки вот такие же делаем 3 листика и на проволочку они крепятся вот сюда вот они одеваются это если вы вы будете собирать букет а я напоминаю что буду собирать корзину поэтому мне это не нужно ну в общем вот такой получился у нас с вами цветочек если вам понравилось видео поставьте лайк если вам интересно что я буду делать дальше подписывайтесь на канал в следующем видео я из этих пионов буду оформлять корзину вот мне нужно заготовить пионов я не знаю точно пока сколько будет 11 или 15 или девять ну в общем сколько уместится в мою корзину вы как раз в следующий раз посмотрите пробуйте не бойтесь ничего сложного нет я вам желаю удачи с вами была инесса пока пока увидимся в следующем видео субтитры добавил DimaTorzok